Всем привет! Меня зовут Женя и в сегодняшнем видео хочу вместе с вами попробовать новые оттенки от Urban Decay. Это новые жидкие помады Vice, которые супер стойкие, супер пигментированные и вообще поцелуя стойкие. Вы знаете такое слово? Я лично вот только недавно о нем узнала, что поцелуя стойкие помады. Очень прекрасно. Здесь у меня 20 помад, хотя на самом деле их намного больше в коллекции, их 30. Но я думаю 20 оттенков нам тоже хватит для этого видео, особенно я сейчас представлю, как я их буду стирать, потом покрывать губы заново, потом опять стирать, покрывать, стирать, покрывать. Поверьте мне, это большая работа, но когда я смонтирую это видео, вам покажется, что все легко и просто и быстро. Вытягиваю из коробочки первую попавшуюся, и это оттеночек вот такой. Оттенки я буду прописывать, чтобы вы ко мне не приставали с произношением. Посмотрите, как выглядят вообще эти помады. Они в красивых тюбиках, в красивой упаковке. Да, упаковка очень похожа на Vice помады, если без вот этой части. Смотрите, точно такая же цвет, конечно, очень красивый. Оттеночек номер два. Холодный пурпурный цвет. Мне идут такие оттенки холодные. Следующий оттенок очень необычный. Как я люблю, в принципе. Мне кажется, этот оттенок подходит мне под волосы. Очень красивый цвет. С блесточками. Такой, знаете, в стиле Urban Decay. Нарядный. На какую-нибудь вечеринку. Однозначно вечерний. Нужно дождаться обязательно полного высыхания помады. Так как я вот сейчас разговариваю, и губы слепаются между собой. А когда помада подсохнет, они не слепаются. Очень комфортно становится губам. И, в принципе, как обычный матовый помад. Осталось всего 17 помад. Нюдо выносибельный. Я думаю, что он подойдет на каждый день. Давайте это проверим. Мне кажется, этот оттенок легче всего наносится на губы. Он немного перламутровый. Комфортный. Вполне носибельный оттеночек на каждый день. 16 оттенок. Очень экстремальный. Называется Time. Вау. Помада на вечеринку. Очень яркая, темная. Следующий оттенок очень красивый. Красный. Алый. Такой красный я люблю. И чаще всего ношу. Это холодный красный. Идеально подойдет на каждый день. Красивый такой нейтральный оттенок. Коричнево-розовый. Сейчас такие оттенки в моде, в инстаграме. Следующий оттенок очень красивый. Розово-фиолетовый. Фуксия. Насыщенно розовый. Такой яркий. Ягодный. Давайте посмотрим. Мне кажется, он будет невероятно крутой на губах. Почему-то этот оттенок на губах не такой яркий, как в тюбике. О май гад. Посмотрите, какой красивый цвет. Вот, покрытие мне не очень понравилось у этого оттенка. Неравномерно покрывает губы. Опять же, такой красивый в тюбике оттенок. Называется Black Male. Почти черный. Помада не имеет запаха. Сложновато наносить темные оттенки. Поехали дальше. Конечно же, этот цвет, классический цвет Urban Decay, почти похож на цвет Urban Decay. У них же все такое фиолетовое. Называется Matte. Вот этот оттенок мне очень нравится. Он холодный. Розово-фиолетовый. Называется ZZ. У меня сестра Яна любит такие оттенки. Ей тоже нравятся холодные оттенки. Мне кажется, на каждый день очень хороший вариант. И снова темный оттенок на вечеринку. Очередной темный оттенок для тех, кто любит выделяться из толпы. Оттенок для блондинки. Кукольный. Ну что ж, двигаемся дальше. И на очереди у нас пятнадцатая помада. Скоро-скоро финал. Следующий оттеночек у нас розовый с блёсточками. Снова для блондинок. И снова красный. Красная помада с мелкими золотыми блёсточками. Помада номер восемнадцать. Следующий оттенок мне очень нравится. Такой я часто ношу в повседневной жизни. И вот он, заключительный. Двадцатый оттенок. Называется 714. Очень всё просто. Всё, оставлю свои губы в покое. Наконец-то я закончила съёмки этого видео. Я думаю, что завтра у меня просто будут шелушиться мои губы бедные. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то мне будет приятно. Если вы поддержите меня лайком. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok